Большая пресс-конференция президента России состоится завтра в 18.00 по амурскому времени. Владимир Путин ответит на волнующие вопросы о ситуации в стране и мире. Из-за пандемии количество журналистов сократили вдвое. Однако некоторые корреспонденты все же смогут пообщаться с главой государства. Это событие будет транслироваться в прямом эфире на Амурском областном телевидении, на нашем сайте и в инстаграм-аккаунте. Сразу после к информационному выпуску корреспонденты новостей подготовят материал о ключевых заявлениях главы государства. В Благовещенске задержали подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины. Тело обнаружено в ночь на 21 декабря в подъезде дома по улице Красноармейская, 164. В отношении ранее судимого злоумышленника 1980 года рождения следственными органами возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По следам крови, оставленным мужчиной возле дома, сыщики определили, откуда пришел раненый. Помогла в этом собака. Она привела страж правопорядка к одному из частных домов. Находившуюся там компанию доставили в отделение полиции. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность одного из этих людей к совершению преступления. Мужчина дал признательные показания. Уменьшенный в 35 раз в Благовещенске презентовали 3D-копию 108-го артиллерийского полукапонира. Макет стал еще одним экспонатом музея, известного памятника воинской славы и предназначен для наглядного изучения его истории. Затем идет небольшой коридор, ведущий к боевым казематам. Также, когда мы будем с вами проникать вовнутрь, нас повстречают две оружейные амбразуры. Разобранный 3D-макет артиллерийского полукапонира изготовлен студентами Амурского государственного университета на средства губернаторского гранта, выданного региональному союзу молодежи. Проверяйте чеки, не отходя от кассы. Почти 300 торговых точек Благовещенска в этом году работали без кассовых аппаратов. Это выявили сотрудники регионального управления налоговой службы в ходе рейдов. В одном из них побывала наша съемочная группа. Штрафные санкции, если это первично, то предупреждение выносится. Если это повторное в течение года, скажем, либо вообще, в принципе, повторное правонарушение, то выносятся штрафные санкции на индивидуального предпринимателя от 10 тысяч, либо от 1,4 до 1,2 суммы расчета. Если это юридическое лицо, от 30 тысяч. Также от 1,2 до 1,1 суммы расчета. Рейды по проверке наличия кассового аппарата представители налоговой службы проводят круглый год. Кроме торговых точек, проверяют также места общепита. В Белогорске ожидаются морозы. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, могут опуститься ниже 35 градусов. Так, 22, 23, 24 декабря в городе отменяют занятия у учеников с 1 по 4 классы. Это сообщил у себя в Телеграм-канале глава Станислав Милюков. По информации регионального министерства образования и науки, в других населенных пунктах пока занятия из-за холодов не приостановили. Об этом и многом другом корреспонденты Амурского областного телевидения расскажут в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00.